мифическое объединение все наконец-то у лёхи камера смотрит туда куда надо прямо в небо теперь можно снять нормальный обзор 5-й отряд представляет так что сегодня будет обзор второй трассы по которой будут проходить соревнования мини дыха часть 3 мы сегодня снимем полный обзор берем эстафету алексея конора поэтому мы постараемся сделать обзор более качественный так вышло разберем всю трассу по участкам сразу после старта есть небольшой дробь он не сложный справа дерево едем по центру и смело прыгать дальше идет контр на котором кочки немного уже убрали так что трясти не будет дальше идет небольшой вылет но он практически никакой даже на небольшой скорость он спокойненько перепрыгивает после него идет небольшой трансфер который несколько раз переделывался но который стоит все-таки хоть разочек прикатать чтоб понять скорость а то можно его хорошо перелететь сейчас кстати серёга будет ехать он покажет как он перелетается после него идет в окон трика который можно облизать а можно проехать по диагонали по центру чтобы сохранить скорость принципе ничего сложного но разок этот участок желательно конечно прикататься понять что такое какая скорость уже на трансфере дальше идет небольшой первый яр когда здесь можно сделать даже побольше так даже безопасней чем больше года тем она красиво перелетается чтобы не попасть в эти ямки но в принципе он хорошо на кого накопанный вылет поэтому кидает уже достаточно ровно ну в принципе ребята разгонку практически не брали на маленьких ходах достаточно безопасно выпрыгнули дальше есть небольшая кочка которую также желательно прикатать потому что чтобы попасть именно туда куда надо внизу призем и но не внизу в начале либо максимум на середину здесь самое главное не боятся вкатить в яр и расслабленным вылететь мужчины как ощущение до речи человек потерял как раки летают после стыпа пойдут две кочки которые в принципе ничего сложного проходятся методом прокачки скорость в принципе не теряется в принципе дальше ничего сразу после почек идет элемент небольшого гэпа в принципе тут про и проем очень маленький наверное меньше чем база велосипеда поэтому даже если вы после стыпа по и кочек не крутите педали вы его спокойно перепрыгиваете как видим ребята справились с этим несложным элементом и переходим к самому интересному который пугает очень многих это шор как видим скорость заезда на шор достаточно небольшая я не могу комментировать этот элемент на самом деле он очень простой только я наверное один его не прыгаю следующий элемент за шором есть небольшой такой вылет перелет очень яма наверное не знаю метров 5 но в принципе как бы разгонка после шора такая что она все красиво перелетает дальше идет небольшой такой прикольный построенный элемент который тоже лучше прикатать и с этим элементом ребята справились на финальном видео будет интересный момент сняты зубро как он проезжает после деревяшки есть небольшая ямка на которой либо и не знаю многие говорят надо перепрыгнуть и кто ее прокачивает ну а дальше уже финальный спуск вниз тропинка с отрицательным углом но в принципе ничего сложного нет все и проезжают даже проезжает на слегка вова чуть не убрался вот такой спуск в принципе когда идет хоть небольшая скорость он проезжает очень даже комфортно и скажем так безопасно но как говорится надо все равно хоть раз два при трассу прикатать это дерево которое многим всех пугает в принципе она нормально обнижается но по просьбам девчонок скорее всего мы его чем-то накроем мягким чтобы скажем так добавить уверенности при спуске вот на лысой можно спускать так что чуваки если у вас терта резина можно ехать главное не тормозить не тормозите потому что подскользнетесь все добрый день да сегодня мы на трассе фанрайдера ложечи и что мы будем делать мы будем ехать за сергеем потому что перед ним я не хочу ездить он обычно напрыгивает мне на спину колесом но это мотивирует мотивирует да но не сегодня потому что сегодня мы на лысой резине зачем ты так это твоя соревновательная резина конечно на ней катают обычно рампагу но вот я заказал сша короче привезли от прямо ты не знаю у кого там она стояла урагаткина наверное да 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 вот и короче мы будем ее испытывать на этой трассе тут есть немного песка она немного сносит вправо влево ну короче она добавляет плюс 10 к адреналину и стилю лёша готов готов едем тестовый заезд покатились покатились хопа еще мы следуем за серым который очень блин быстро летит ты блин его догонишь ну ладно вау черта почти перелетел ладно опять мы его теряем мы его теряем нет ау перелетаем какую то штуку и тут дёрт вау уу уу так какие то кочки вот драмплина на камере все такое маленькое а Platform Перелетел, перелетел, пошло, по серым летишь и все перелетаешь. Так, здесь мы начинаем тормозить. Вон его нафиг. Так, что у нас здесь? Бревно. Притормаживаем и... Оп. И встречаем серого, который уже давно встал с байка и хотел убежать. Я там какие-то крики слышал. Что ты тут, когда что он съехал? Волосы, нормально? А? Нормально съехал? Ну если я съехал, то все съехал. Еее! Еее! Смотрите, на Ашанбайке приехал. Что за дело? Трендец. Прямо это дерево и в него несет. Надо обходить, сука. Блин. А ты что, упал где-то? Да. А я слышу крики, думаю, ну блин, просто повезло что-то. Воу, воу, воу. Ну классно, отрицанного просто охуенно. Нет, это херня все. Если тормоза не трогать, держи. Я деревяшку вылетел. Деревянный вылетаю. И там уже в кусты, блядь, ушел. Через рульку, блядь, я вот так, сука, туда. Ну что, сейчас мы покажем еще, какая будет бонусная трасса на соревнованиях. Алексей нам скажет про нее немножко больше. Как она будет называться. Ступор, да? Она будет называться «Делай мясо». Потому что здесь трамплины не очень маленькие. Ну, для кого-то они, может, не очень большие. Ну, короче, прикол в чем, что тут уже уровень более такой повышенный, чем на трассе, по которой будут соревнования основные. И она более будет прыжковая. Сейчас вы увидите, как мы будем с Сергеем Марковым. Вот, братан. Ну, короче, да, сейчас будем прыгать. И постараемся сделать такой трюк, чтобы он через меня перепрыгнул. Вот. Отлично. Ну, я в него верю. Так что, и доверяю. Так что, я думаю, он меня перепрыгнет. И сейчас все будет круто. Но эта трасса пойдет как в основной зачет? Или это как бы будет для определенного... Ну, то есть, тот, кто хочет ее проехать. Она пойдет в квалификацию? Или будет влиять на первое место на третьем? I love my bike. Не будет. Это типа бонусной трассы. Кто хочет пофорсить. Кто хочет позвенеть яйцами, как говорят. Что, хлопцы, надо как в этом видео, короче, там... Там фу, там фу. Ой, 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 кидаю баланс. Так, готовы? Я-я-я! Ну как ощущения трассы? И не наебнутся. Это и не ломай. Я вообще ненавижу людей. Это было круто, блин. Ну вот, в принципе, вот такой был проезд. Хорошего настроения, хорошей гонки. Приехать первым. И всего хорошего. Девчонки, давайте к нам. У нас спорт интереснее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok